Политолог Абаз Галямов выходит на прямую связь с Грэмом. Абаз, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Ну вот много вопросов пришло от наших зрителей, буду их задавать. И вообще спрашивают в том числе о том, что сейчас какое-то затишье со стороны Владимира Путина, как кажется. Не слышно его, как некогда ранее. Вот стоит ли рассматривать это как подготовку к чему-то? Ну, в первую очередь надо рассматривать это как растерянность, как непонимание того, что делать дальше. А дальше уж будет, придумают они чего-то или не придумают. Если придумают, то да, можно рассматривать нынешнюю ситуацию, как затишье, так сказать, перед бурей. Если не придумают, так нет, продолжат примерно так же, как сейчас, скользить по течению. Не грести уже активно куда-то, да, а просто скользить по течению, не будучи в состоянии, так сказать, вот, ну, плыть там в сторону или поперёк, так сказать, да. Маневрировать как-то. Или против течения грести, так сказать, да. Ну, то есть, просто пытаясь удержаться на поверхности. В принципе, ну, так может продолжаться достаточно долго. В чём главная сложность нынешней ситуации? Выиграть войну не получается. Да, в принципе, в обороне стоят вроде как неплохо, но постепенно всё-таки отступают, позиции сдают. И уж, во всяком случае, очевидно, что, ну, о какой-то там победе такой полноценной мечтать не приходится. То есть, максимум, на что они сейчас могут рассчитывать, это, если украинцы тоже устанут, так сказать, поймут, что взломать российскую оборону не удалось, ну, согласятся оставить вот те куски территории, которые, значит, сейчас Россия контролирует, оставить их России. В общем-то, скорее всего, причём они, ну, это будет такой, знаете, корейский вариант, просто соглашение о прекращении огня, размежевание, то есть, юридически, конечно, украинцы не признают, значит, эти территории российскими. Просто будет вот принят режим о прекращении огня. И всё это, в принципе, вот если такой вариант будет принят, то это тоже нельзя рассматривать как победу Путина. Ну, то есть, понятно, что пропаганда, как попытается там всё это раздуть, и даже больше скажу, что общество в целом будет рады этому варианту исхода, но не потому, что ему, обществу, в реальности вот это нравится или оно мечтало об этом. Нет, просто будет эмоция, что, слава богу, этот кошмар кончился. Есть надежда, что сейчас начнётся хотя бы какая-то нормализация ситуации. Это то, о чём мечтает общество. Но потом дальше, то есть, первоначальная эмоция такая, облегчение, вздох облегчения, она, конечно, будет, но потом, через месяц, два, три, максимум, максимум полгода, процессы эрозии, вот, они все будут ускоряться. То есть, Путин окончательно, с него впадёт шар вот такого вечного победителя, да, если он зафиксирует вот отсутствие победы. Люди всё чаще, они же будут сталкиваться, ну, а понятно, что в этой вот ситуации вот этого такого соглашения о прекращении огня ни о каком снятии санкций с Россией речи быть не может. Поэтому нынешние экономические тренды на ухудшение ситуации, они будут продолжаться, рубль продолжит слабеть, цены расти, население будет всё более недовольным. И вот это недовольство в конце концов приведёт к росту политического недовольства. То есть, эта проблема низкого уровня жизни будет политизироваться. Люди всё чаще будут оглядываться, так сказать, назад, пытаться понять, пытаться понять, ну, почему мы так плохо живём. Они будут анализировать это и, ну, и они постоянно будут оглядываться назад и всё больше будут понимать, что, ну, зря всё это вообще было нужно, всё затеяно. Ну, ради чего? Ради того, чтобы кусочек там Донбасса ЛНР контролировать, там, или Херсона. Да, господи, у нас что, земли немало, что ли, в России? Вот. И люди всё больше будут приходить к выводу о том, что это всё зря было. И вот первоначальная эмоция облегчения, которая я сказал о том, что, потому что, ну, война прекратилась, да, она сменится раздражением, связанным с неубедительным результатом войны и, значит, с помноженным на экономические сложности с этим связаны, экономические, политические, потому что репрессивность, значит, государственной машины не факт, что сильно ослабеет и, соответственно, приведёт, и это тоже будет вести к родственному недовольству, потому что очевидно, что репрессии не нравятся населению, вот, подавляющему большинству граждан. И, в целом, вот этот процесс эрозии, который сейчас, хоть в боевых действиях, они тоже есть, но они так подморожены, да, вот они начнут, значит, ускоряться. Так везде происходит. Есть мировая статистика, которая гласит, что, значит, военные перевороты в воюющей стране происходят реже, чем, гораздо реже, чем в стране, которая прекратила воевать. Воевала, воевала и прекратила воевать, и вошла в фазу мира. И вот после этого, как раз, резко возрастает возможность военного переворота. Это, повторюсь, это такая, не я придумал, это закономерность, написанная в рамках политической науки. Я давно это читал, я, к сожалению, не помню, там, точные проценты, да, на самом деле, посчитано. Но, ну, значительно возрастает вероятность военного переворота. Ну, собственно говоря, что является предпосылкой к военному перевороту? Первое, это очень слабые политические институты, в России они напрочь уничтожены, да, и общее базовое недовольство населения. И тогда какая-то группа, в данном случае военные, ну, или силовики, видя, что институтов, где можно было бы, ну, попытаться изменить ситуацию, через которые можно было бы прийти к власти или, там, влиять на власть, их не существует, они начинают предпринимать внеинституциональные шаги. Да, любая общественная группа это делает. Там, студенты, условно говоря, там, на улицы выходят, устраивают демонстрации, молодежь к этому склонна. Значит, бизнес начинает, там, кого-то где-то подкупать каких-то политиков, какие-то партии, да, вот, то есть, такое прямое действие общественные силы предпринимают. Да, значит, профсоюз организует, там, запастовки массовые, вот, пытаясь повлиять на курсы. Ну, то есть, вот там, где нет опосред... вот, среды институциональной, таких парламентов, в первую очередь, да, независимой судебной системы, через которые общественные группы влияют на власть. Ну, в этой ситуации они начинают действовать напрямую, пытаясь влиять на власть напрямую. А для военных это, вот, ну, в принципе, для силовиков. Это, там, главный способ, вот, что они умеют, это оружием вряд лицать. Ну, вот они и делают военные перевороты. Вот, поэтому все это, в целом, движение, вот, в таком неправильном для Путина направлении. Потом, значит, смотрите, есть... Ну, я сейчас говорил о таких чуть более долгосрочных вещах, а у него же, ну, конкретно, краткосрочная проблема. Предстоящие выборы, полгода осталось. Значит, если не будет убедительных побед на фронте, а их, как мы видим, не планируется, дай бог, так сказать, если хуже не станет. Вот, в этой ситуации, значит, у населения реально не будет поводов голосовать за Путина. Вот, если сейчас его рейтинг электоральный, ну, готовность людей за него голосовать, я оцениваю примерно треть, ну, максимум на пике, так сказать, там, 40%, да, то, ну, большинство в любом случае не хочет за него голосовать. И я думаю, это цифры, если вот все продолжится, как сейчас, особенно, если там еще опять Пригожин что-нибудь такое выкинет, да, ну, или кто-то другой вроде Пригожин что-то такое выкинет, совершенно не исключено. Все видели слабость Путина, все понимают, что можно на него давить таким образом. И вот в этой ситуации, в принципе, вот эти, условно, 30-40%, которые пока еще могут проголосовать за Путина, их число будет, скорее всего, уменьшаться. Вот это ощущение, это все еще на 6 лет, да, оно еще не проснулось у людей. А вот когда оно проснется по мере приближения дня голосования, ну, вот оно будет работать против режима, потому что очевидно, что фиксировать вот это все еще на 6 лет, ну, крайне мало кому захочется. И вот, значит, есть общественное недовольство, и самое главное, вот это новый фактор. Протестные страны не раньше бывали в России, но раньше элиты были консолидированы вокруг Путина, да, элиты, им не нужен был Навальный или там Яшин с Гудковым, понимаете? А сейчас им Путин не нужен, вот они мечтают от него избавиться. И идти на выборы, когда МПР-рейтинг низкий, еще продолжает падать. Да еще и элиты, которые, собственно говоря, должны фальсифицировать выборы в твою пользу, не лояльны и непонятно, как они себя поведут. Ну, в этой ситуации тут слишком много рисков, поэтому я не исключаю вообще каких-то, знаете, таких сценарий. Ну, во-первых, самый тупой сценарий – отмена выборов. И объявление военного положения – отмена выборов. Но здесь, если он это сделает, это только такая краткосрочная передышка ему даст. После сентября, ой, извините, после марта, когда он должен будет переизбраться, его природа, его легитимности быстро начнет меняться, будет происходить. Как раз ровно то, о чем я говорил в самом начале своего рассказа, такая ускоренная эрозия начнется. Значит, если до сих пор он воспринимается как более-менее, пока еще, народный президент, то есть нам может не нравиться, что он делает, конкретные его действия, но в целом мы признаем его право занимать это кресло. То есть люди помнят, что они голосовали за него в 2018 году сами. То после марта уже возникает вопрос, а вообще почему ты сидишь в этом кресле? И очень быстро он из народного такого президента начнет превращаться в такого откровенного узурпатора, который занимает свое кресло не по праву. То есть совсем другая легитимность, она опять же является приглашением, по сути, к элитным заговорам, военным переворотам, так сказать. А как это может быть, мы видели в случае с Пригожиным. Поэтому это такой вариант отмены выборов, просто отмены выборов. Он, значит, такой, ну, плохой. Поэтому Путин пока декларирует, что он готов идти на выборы. Он как бы посылает сигнал элитам, что смотрите, я легитимен, и я дальше буду снова легитимен. Народ за меня голосует, я знаю, я умею разговаривать с народом. Вот вы не умеете, а я умею, так сказать. Это то, вот магия путинской власти как раз в глазах элит долгое время в этом заключалась. Вот он каким-то образом умудрялся нравиться глубинному народу. Нас народ ненавидит, да, элиты он ненавидит, он завидует их, так сказать, богатству, презирает за корруппированность, непатриотичность. А вот Путин вот любит и за него голосует. И поэтому элиты как бы понимали, что Путин волшебник, который умеет чего-то, чего не умеет о ней. И он продолжает посылать этот сигнал. Ребята, я никакой не дептатор, не автократ, нет, народ за меня, вот увидите, они снова за меня проголосуют. Но, повторюсь, идти на голосование в ситуации падающего рейтинга, в принципе, и нелояльных элит, ему, в принципе, рискованно. То есть и отменить выборы нельзя, и идти на выборы нельзя. Поэтому я не исключаю, что они какой-то третий вариант предпримут. Ну, они им предложат, они отменят выборы, но предложат какую-то реформу. То есть попытаются удовлетворить запрос на обновление, потому что этот запрос сейчас доминирует в структуре ценностей россиян применительно к внутриполитической ситуации. То есть хочется перемен, уже достало все вот это. И они могут, Кремль может предложить, Путин может предложить какую-то реформу. Ну, например, вариантов, я думаю, там немало. Ну, например, они могут, значит, сказать, что вот, так сказать, первый этап борьбы с коллективным западом, так сказать, мы прошли успешно. Но на самом деле это, конечно, только начало. Враг слишком силен, он поставил перед собой задачу уничтожить Россию. И поэтому мы, так сказать, должны готовиться к долгому длительному противостоянию. Холодная война-2. Поэтому те механизмы управления, те политические институты, которые были адекватны ситуацией мирного времени, пока мы, так сказать, пытались с Западом дружить, да, они теперь в новых условиях, вот этого противостояния длительного, они перестают отвечать задачам нового этапа. И поэтому требуют реформирования. В частности, например, требуем отмены, ну, предлагаем отменить партийную демократию. Многопартийность, так сказать, в нынешней ситуации она нам не нужна. Вот, типа, посмотрите Китай, да, ну, то есть, попытаются воспроизвести здесь китайскую систему, так сказать, непрямые выборы, однопартийность, ну, в духе того, что было в Советском Союзе. Да, и начнут вот это, знаете, слияние всех там патриотических партий. То есть, все партии, которые в Госдуме сидят, да, вот, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Новые Люди, СРы, вот они их начнут, там, объединять, там, условно говоря, Зюганову, там, в Госдуме ДПР, СРов, там, Новых Людей, там, маленькую квоту в этой единой партии выделят, да, будут проводить бесконечные конференции, обсуждать общую программу, ну, то есть, какая-то движуха пропагандистская будет происходить, да. Это можно на достаточно длительный период времени растянуть, забив этим, так сказать, эфир. Вот, и будут обсуждать, значит, какие элементы программы, значит, можно от них взять, от них взять, там, будут спорить между собой, дискутировать, да, но при этом все это будет, конечно, подконтрольно, так сказать, кто слишком сильно не согласен, вот, значит, в тюрьму, вот. Ну, то есть, они попытаются, вот таким образом могут попытаться, таким образом, через вот такую псевдореформу, значит, в принципе, вот, ну, создать у людей, вот, смягчить вот это вот ощущение, что вообще ничего не меняется, никаких перспектив, и все это, так сказать, навечно, да, вот то ощущение, которое способно взорвать ситуацию. В общем, как-то так, вариантов будущего не то, чтобы очень много, достаточно, все они очень, такие, мягко говоря, неидеальные, все рискованные, хороших вариантов у Путина нет. Ну, и был бы один хороший вариант, выиграть войну, да, но он этого не может. А все остальное, это уже, так сказать, суррогат, как помните у Геннера, «Песок плохая за винарсу». Ну, как-то так. А если обратиться к другому произведению, вы как-то цитировали в нашем эфире, точнее, проводили параллели с «Осенью патриарха» Маркеса, и вот там как раз, кажется, зеркальная история Владимира Путина, если перечитать и вспомнить, и «Осень близится», но насколько вероятен такой финал, как в книге? Ведь если говорить, опять же, о преемнике, вот вы сказали о том, что народ не примет еще шесть лет условно, может не принять еще шесть лет этого же, ну, а там же в книге, опять же, преемник так и не был найден, поскольку тот диктатор считал, что он будет жить вечно. Насколько мы понимаем, Путин, по крайней мере, официально о преемнике еще не заявлял, но что касается наследников, там у того диктатора они были просто убиты, один из них был убит, у Владимира Путина, не знаю, насколько будет схож сценарий в этом, но вот что скажете о финале, возможно? Ну, смотрите, если говорить о сценарии преемник, то, конечно, он возможен, я просто про него сейчас уже даже не говорю, потому что, ну, я много-много про него говорил, я доклад в сентябре прошлого года, впервые, так сказать, эту тему преемник поставил в повестку, я вот целый доклад написал, где разложил, почему я считаю, что это возможный сценарий, какие проблемы власти решить с его помощью, назвал кандидата наиболее вероятных, с моей точки зрения, и многое из того, что я тогда написал, оно, в принципе, по-прежнему актуально, поэтому я сейчас уже, вот, когда я стал про китайский сценарий рассказывать, я пытаюсь идти дальше уже какие-то еще варианты прощупывать, да, а так вариант с преемником, это, конечно, самый адекватный для Путина, конечно, если он выберет правильного преемника, то есть преемника, который будет удовлетворять двум, ну, как минимум, на самом деле, конечно, критериев больше, я их, опять же, перечисляю в докладе, но будет удовлетворять, значит, ну, как минимум двум базовым, первое, он, ну, сам Путин должен ему доверять, да, доверить ему свое будущее, как когда-то Ельцин доверил свое будущее Путину, и второе, он должен быть не замешан, ну, по минимуму замешан вот во всей этой, не только в войне, а в целом вообще в этой военно-патриотической, так сказать, фаханалии, да, то есть он должен быть подчеркнутым, ну, если уж не либералом, понятно, это вряд ли, да, хотя там есть и Кудрин, например, какой-нибудь, вот, но то, по крайней мере, таким технократом, технократом типа Собянина, Мишустина, те, кто демонстративно стоят в стороне, то есть ни в коем случае не должен быть кто-то замешанный вот в этой, ну, чьи руки там уже в крови, да, Медведев, там, Турчак, Кириенко, но нет, вот они неприемлемы, то есть это должен быть человек, с которым и Украина, и Запад, ну, будут вести переговоры, тот, кто сможет с ними обсуждать условия отступления, то есть понятно, что речь идет о фиксации поражения и отступления, вот, вот, но как раз вот этот человек, он должен быть хорошим дипломатом, я думаю, что и Мишустина, и Собянина, и, там, Набиуллина, они с этой ролью справятся, они тертые, калочечно называются, то есть надо будет потом им расторговывать вот свои отступления России, так сказать, да, ну, то есть отстали мы от Украины, значит, в обмен на, там, снятие санкций, нормализацию отношений, там, значит, в принципе, ну, отказ, то есть Запад должен признать, вот, новую российскую власть, нового правителя легитимным, да, это поможет ему зафиксировать себя уже и внутри страны, вот, то есть это должен быть человек, приемлемый, тот, кому Зеленский, там, сможет пожать руку, проще говоря, и вот эти два требования, значит, приемлемость для Запада и Украины плюс приемлемость для Путина, вот, если приемлемый будет им удовлетворять, если он будет толковым, то, если он проведет правильную избирательную кампанию, то есть обозначит надежду на перемены, то есть понятно, что к революции он не будет призывать, и это и не обязательно, россияне, на самом деле, вот они сейчас пойманы в такой ситуации, когда они, с одной стороны, боятся революции, а с другой стороны, уже близки к ситуации, что лучше ужас наконец, чем ужас без конца, да, то есть лучше пусть уж тогда и черт с ним с революцией, потому что иначе, ну, все это болото, гниение бесконечное, да, и все это закончится чем-то кошмарным, вот, и вот в этом состоянии россияне сейчас, да, и если им вдруг обозначат надежду, что нет, мы можем вылезти из этого болота без революции, большинство с этим согласится, ну, то есть, конечно, ядро оппозиции, там, условных 20-25 процентов, они не, там, за Собянина, не за Нишустина не проголосуют, но значительная часть периферии оппозиционной, плюс все колеблющиеся, плюс все лоялисты, это же будет преемник выдвинутых Путина, да, они в сумме дадут больше 50 процентов, то есть не надо будет даже эти выборы сильно фальсифицировать, да, достаточно правильную компанию быстро делать, как политтехнолог, ну, эту компанию неплохо вижу, да, я бы даже сам с удовольствием за нее взялся, то есть это такая история, ну, которая позволяет рассчитывать на успех, да, непроигрышная, ну, небезнадежная, что называется, вот, и все, и тогда можно попытаться избежать кризиса, и Путин получит возможность, значит, спокойно, вот как Ельцин спокойно, там, значит, до конца своей жизни, там, прожил на пенсии, да, так и Путин получит возможность делать то же самое, его главная задача сохранить систему, в рамках этой системы его, там, арестовать, отдать куда-нибудь под суд, в ГАГу выслать, там, вообще крайне сложно, он, как бывший президент, обладает иммунитетом, неприкосновенностью, плюс он пожизненный сенатор, член Цвет Федерации, и как сенатор он тоже обладает иммунитетом, то есть он там проложился очень сильно, там, законодательно, все накручено так, что Путин, значит, подвергнут уголовному преследованию, если система сохранится, будет крайне сложно, это не сможет сделать толком, даже преемник, если захочет, вот, а, в принципе, что ему хотеть, так сказать, ну, вернее, понятно, что на преемника будет давление, да, и вот его задача расторговаться, так сказать, да, типа, ребята, нет, от Путина отстаньте, а вот мы вам вот Донбасс, там, вот Херсон возвращаем, там, да, ну, все, вот, про Путина забудьте, и вот, если нет, перевернули эту страницу, я не могу себе позволить дестабилизировать ситуацию в стране, если я сейчас его начну, там, выдавать, значит, во-первых, у него неприкосновенность против, будет, там, Госдумы, СССР, Федерации, Верховные Суды, прокуратуры, ну, то есть, везде, на любом этапе, все застопорится, и я, я просто режим обрушу, ну, то есть, реально, люди, там, встанут на его защиту, и у меня все рухнет, и у нас революция, хаос, там, и вообще к власти придут опять эти же самые, такие же, Путин 2.0, вы этого хотите? Нет, лучше давайте, вот, не мешайте мне, я буду потихонечку отруливать, я вас уверяю, Запад, как прагматичный игрок, он согласится с ним, вот, и для Путина это выход, в общем-то, да, он потеряет власть, но у него нет варианта, там, сохранить власть, и, и, ну, и комфортно править, нет, если он будет пытаться до бесконечности править сам, то он закончит, как Чаушевскую или Николай Второй, поэтому у него нет опции отстаться или уйти, у него есть опция уйти, как Николаю Второму, в результате революции, ну, либо как Ельцину, да, и второй вариант, ну, конечно, гораздо более предпочтительный, вот, не знаю, что ответил я на ваш вопрос или нет, но вы вот про преемника заговорили, вот. Ну, там и о финале тоже, как раз, вот вы упомянули, что есть разные сценарии финала Владимира Путина, и, в частности, там финал был для диктатора достаточно, наверное, все-таки печальный из всех возможных, все-таки там он один встретил эту смерть, и там ауры склевали его, и так далее. Ну, то есть, все-таки Путин может избежать вот такого одиночества и конца. Ну, как, ну, когда он уйдет на пенсию, понятно, что он в значительной степени будет одинок, то есть, все будут уже присягать новому, ну, так же, как когда-то все бывшие ельцинисты бросились присягать Путину, ну, за исключением нескольких человек, типа Березовского, которых отжали и выдавили. Вот. И Путин в этом смысле будет одинок, но, по крайней мере, знаете, не повторит судьбу Чаушевску или там судьбу Милошевича, а в этом смысле такое гниение, значит, как вот это у Синепатриарха, да, бесконечное. Да, ну, будет, ну, тут уж это, как говорится, понимаете, это уже, знаете, проблема его собственной там совести, там, мальчиков кровавых в глазах, вот, ну, будет как-то с этим справляться. Но у него, повторюсь, нет вариантов такого, чтобы прям вообще все в шоколаде было. Ну, то есть, он загнал ситуацию в такой тупик, что выйти, чтобы там и сам весь в белом, и комфортно, и, значит, и хорошо, и власть, и деньги там, ну, нет, не получится. Чем-то надо пожертвовать. Вот. Вот спрашивает наш зритель у вас, Владимир, Аббас, может ли Эрдоган арестовать Путина во время их встречи? Ну, насколько мы понимаем, все-таки там другие есть? Ну, ну, теоретически может, Эрдоган такой, отмороженный игрок, но я не думаю, что он это будет делать. Все-таки слишком непонятно, то есть, реакция России не ясна, да, потому что с одной стороны Пригожинский мятеж показал, что когда Путин растерянный не знает, что делать, так они все растерянные не знают, что делать. Да, поэтому есть надежда, что войны не начнут. Ну, как говорится, а вдруг? А зачем Эрдогану рисковать? А вдруг вот возобладает лойка, там, вот, 7 бед, 1 ответ, там, так сказать, да, и это, и начнут бомбить Турцию. Ну, то есть, Россия достаточно неадекватна. Ну, слушайте, ну, раз президента арестовали, явно недружественный шаг по сути объявлений войны. Да, то есть, россияне могут сказать, мы, так сказать, знаете, мы обороняемся. Вот как они в случае с Украиной обороняются, вот так и здесь. Шанс, повторюсь, небольшой. Пригожинский мятеж показал, что система без Путина вообще ни на что не способна. Она в этом смысле такая же, знаете, как, знаете, эффект от Агвальпа, это называется, великий инка, последний правитель династии инков, империя которого, армия там насчитывала сотни тысяч людей, да, империя вся рухнула под натиском группки конкистадоров Писарова, если не ошибаюсь, там тысячи даже не было, там, несколько сотен всего лишь конкистадоров, а они, от Агвальпа к ним приехал, значит, в лагерь, они его пригласили в гости, ну, то есть, сначала там переговоры шли, они его взяли и арестовали. И вся империя, она была настолько иерархична, настолько привыкла подчиняться, вся бюрократия там, правящая, да, инков, что когда она оказалась обезглавленной, инка в плену, они, они раскирялись, и они не знали, что делать, да, и Писарова держала Агвальпа в плену и, значит, от его имени управлял, давал команды, и инки их исполняли. И вот таким образом огромная империя с огромной армией, воинственной, боеспособной, вот, рухнула. Вот такой эффект, в принципе, и в России. Разве Путин выстроил такую систему, она настолько централизована, она настолько переполнена конъюнктурщиками, которые не в состоянии принимать самостоятельные решения, а всего лишь привыкли просто угождать начальству, что Пригожинский митеж показал, что, в принципе, такой эффект возможен, да, и сейчас это называют эффект Агвальпа, а потом, может быть, когда-нибудь это будут называть эффект Путина. Вот. Но, повторюсь, такая, все-таки, рискованная история для Эрдогана, ну, твоя же задача, как президент, минимизировать риски, так сказать, по максимуму, да, ну, то есть не допускать вообще ни одного варианта, что, там, у тебя начнут бомбить, там, или даже, может быть, с помощью ядерного оружия, понимаете. Соответственно, вот есть огромный риск, значит, он небольшой, но если случится, то он огромный, да, как парадокс такой. С другой стороны, конечно же, есть соблазн это сделать, это тоже, вот прям, потому что, ну, он в глазах всего мира, он в глазах Запада, ну, будет после этого, то есть ему все грехи простят, все спишут, да, а он человек амбициозный, он, ну, ему нравится быть, так сказать, в центре вот процесса, да, поэтому я не исключаю, что Путин вообще все-таки не рискнет и не поедет, чтобы не доводить до греха. Вот наши зрители еще спрашивают вас по поводу военного мятежа, пишут, что Христо Грозев предположил, действительно, была такая новость, что он считает, что Пригожин на ближайшие полгода либо новый мятеж начнет, либо его ликвидирует, то есть он будет убит. Что вы скажете об этом? Ну, шанс есть, конечно, но я уже про это говорил сразу, когда все это случилось, значит, тогда же сразу говорил, ну, все, Пригожин не жилец. Я говорил, слушайте, а у Путина есть возможность вообще его ликвидировать или нет? Ведь, понимаете, Пригожин продемонстрировал такую силу в этой ситуации, что есть риск, что любой исполнитель, причем он в значительной степени свой, для системы, понимаете? На него очень многое завязано. Даже сейчас, мы же видим, после того, как Путин объявил его предателем, обвинил в нанесении удара в спину, там, да, значит, прошло месяц, за этот месяц как минимум на 2 миллиарда госконтрактов при Гожинской структуре получили. То есть, он причем даже на новые рынки выходит, вот его питание, Конкорд, вышел на рынок Подмосковья, до этого в Москве работал, ну, еще в других регионах, а в Подмосковье практически его не было. А теперь он еще вышел на рынок Подмосковья. Что интересно, Воробьев, губернатор Подмосковья, это вот человек Шойгу. Это прям вот, ну, плоть от плоть, он буквально сын для Шойгу такой приемный, да, приемный. И, в принципе, ну, вот это стоит зафиксировать, как минимум, да, то есть, то ли Шойгу откупается от Пригожина таким образом, то ли Воробьев пытается, значит, Шойгу сам спасти, там, в инициативном порядке, да. Но, тем не менее, в общем, вот Пригожин часть системы, понимаете? И вот он силен, он часть системы. В этой ситуации, понимаете, есть риск. Путин все-таки уже в достаточной степени рискованных играл, мне кажется, он напуган тем, что он наворотил, и очень консервативным стал. И он не будет рисковать. А риск заключается в том, что отдаст он команду, условно говоря, убить Пригожина, так исполнители могут слить от самого Пригожина, понимаете? Прямо придут и сольют. Вот. И марш справедливости 2 может случиться. Из Минска до Москвы ближе, чем из Ростова. Быстрее дойдут. Ну, там, если не на треть, то на четверть там ближе. Понимаете? И граница там прозрачна. Ну, то есть белорусские, значит, военные точно не будут мешать этому всему. Вот. А ради Путина умирать зачем. Вот. И поэтому Путин, вполне возможно, просто не рискнет. То есть понятно, что внутренне он очень хотел бы, конечно, это сделать. Потому что, ну, конечно, Пригожин его так опозорил перед страной, перед всем миром, продемонстрировал, что весь режим, по сути, стоит на песке. Да? Ну, то есть бунт. Путин выступил с речью, спрятался. Значит, и после этого тот идет на Москву, сбивает военные самолеты, вертолеты. Значит, все разбежались, рассосались. Понимаете? Когда Эрдогана попытались северные, в 2016 году турки, ну, турецкие военные, так турки вышли, десятки тысяч людей высыпали на улице, да, они буквально вот облепили все эти воинские части, которые пытались там двигаться на захват, ну, на захват там объекта власти, там, президентского дворца, там, еще и так далее. Ну, то есть вот против путчистов они, 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 люди прямо вот вышли и под танки, буквально, в смысле, кидались несколько, там, человек 200, по-моему, погибло, ну, чуть меньше, по-моему, гражданских, я не о военных даже говорю, а гражданских погибло. И они в значительной степени именно гражданское сопротивление предопределило то, что криворот не удался. А у нас народ, если и вышел куда-то так в Ростове, чтобы селфи делать с пригожинцами, поприветствовать их, так сказать, понимаете? А в защиту Путина где был миллион членов Единой России? Вот они рассказывают, что у нас миллион членов плюс еще до десяти миллионов сторонников, они говорят. Понимаете? Где эти ваши миллионы членов сторонников? И почему они не вышли на улицы, как турки? Да? Почему админресурс их не организовал, понимаете? Вот. Поэтому, ну, в общем-то, пригожин, ну, выявил вот высокую роль такого проявителя, да, выявил слабость путинского его режима, его абсолютную пустоту. Вот осень патриарха в чистом виде. И, понимаете, простить такое невозможно. Да? Поэтому понятно, что Путин, если у него будет возможность, то он что-то сделает с Пригожиным. Вопрос, рискнет ли он. Потому что Пригожин силен. Понимаете? Пригожин на коне. Я не знаю, как сейчас, что там с Вагнером происходит. Слишком мало информации, она слишком противоречива. Но пока вот я не вижу, что Вагнер уничтожен, как, так сказать, потенциальные военные силы. Да, он там затихарился где-то, но пока я не готов его списать со счетом. Понимаете? И для Путина это такой риск получить новый марш справедливости, что он, может быть, предпочет, так сказать, закрыть глаза на Пригожинские деяния и будет от него продолжать откупаться, как он делает это сейчас. Ну а что касается министра обороны, кстати, если вообще в целом говорить о тех, кто Путин может считать предателями, если к осени патриарха обратиться, там его съели, причем в прямом смысле министра обороны, поскольку патриарх посчитал, что он как раз может его предать или уже его предал. А что касается Шойгу, какова его роль сейчас и вообще могут ли его съесть хотя бы в переносном смысле? Конечно. Ну, смотрите, что нам там, Латинская Америка, художественная литература, но есть исторические конкретные примеры. Переход армии на сторону на сторону восставших в Румынии в 1989 году начался после того, как министр обороны был сначала смещен Чаушеску, обвинен там в предательстве, да, дескать, почему солдат вывели против народа не без, не вооруженными, вот, обвинили, обвинил его в предательстве, уволился с должности, и после этого там какая-то странная история была, непонятно, значит, то ли министр сам покончил самоубийством, то ли его секуритаты убил, ну, Чаушеску убил. Вот, но слухи именно пошли, что его убили. И армия восстала, армия перешла на сторону восставших, и это предопределило судьбу Чаушеску, буквально в течение двух дней, максимум трех дней после этого он был арестован и расстрелян, вот, армейцами. И, значит, самое интересное, что министр обороны этот Румынии, из-за которого все произошло, он не был популярен, я специально этот вопрос задвучал, я думал, может, какой-то популярный министр был. Нет, он не был популярен, но его среди высшего офицерства, ну, да, он, в принципе, там делал в их сторону какие-то шаги, и там, скорее всего, его более-менее нормально к нему относились. Тоже, наверное, не было там любви, то есть не было какого-то безумного уважения как к Жукову какому-нибудь, да. Вот. Но, по крайней мере, там, ну, с высшим руководством у него было более-менее отстроено все, да. А нижнее офицерство и рядовой состав его просто ненавидели. И, тем не менее, произошедшее стало формальным поводом для того, чтобы перебежать на сторону восставших и, так сказать, отказаться от поддержки диктатора, который достал. Ну, то есть, людям повод нужен был. Армии был всего лишь нужен какой-то толчок. И это случилось. Поэтому теоретически, да, значит, есть, наверное, риск. Я не знаю. Объективно, конечно, Шойгу очень непопулярен. И трудно себе представить, что кто-то там, значит, вот, чисто из любви к Шойгу там вдруг восстанет. Но в ситуации, когда ты недоволен в целом, да, а в армии, очевидно, есть недовольство войной, крайне тупиме способом этой сетью ведения. Ну, вообще армию втравили, да, вот они видят. Это же политическая ошибка. Очевидно, очевидно, политическая недооценка потенциала Украины и Запада, да. Да, они ехали в Киев как на парад, да. Их, они ждали, им же обещали все эти разведчики. Путинские кремлёвцы все обещали армии, что вас там цветами встретят. Ну, будет как в Крыму в четырестом году. Лёгкая прогулка до Крещатика и потом парад, да. А их там встретили джавелинами. А теперь хаймарсами добивают. Понимаете, такие вещи, ну, они, конечно, способствуют росту недовольства. И вот, если там уже, так сказать, накипело клокочет, перспектива-то у военных какая сейчас? Сгинуть там в степях украинских где-то, Херсонщины, там, да. Вот. Запад оружия идёт, 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 так сказать, медленно, но верно, да. А вот Абрамсы там, по-моему, осенью начнут появляться, подъезжать будут. Пока леопарды, сейчас ещё к ним Абрамсы добавятся. А там ещё и Ф-16 обсуждают. Ну, то есть, перспективы такие кислые, да. И самое главное, ради чего? Ведь Пригожин же уже сказал, то есть, это не Ходорковский сказал, там, не Навальный. Это Пригожин, великий русский патриот, так сказать, человек, который свой патриотизм делом доказывал, да. Бахмуд брал. Не просто в Твиттере, как Медведев там писал, да, а прям вот физически сам работал, так сказать, да. Делом доказал свой патриотизм. Он же сказал, что ложь не готовилась НАТО нападать на Россию. Единственная причина, почему мы воюем, это потому что, ну, две причины. Шойку, значит, Герасимов и прочего, высший генералитет, решили войти в историю, как великие военачальники. И второе, это финансовые аппетиты около путинской олигархи. Все эти Ковальчуки, Ротенберги решили распилить украинскую экономику. Российскую уже попилили, она уже умирает, там уже не так много пилить осталось. А украинскую вполне можно еще. И вот ради чего вы, так сказать, дорогие товарищи, воюете, и сейчас вот авромцы вас на гусеницы будут наматывать. Вот. Поэтому вот в ситуации, когда у армии там все внутри колокочет, теоретически люди могут воспользоваться вот это. Просто снятие одного министра, назначение другого. Это армия может воспринять как удобный повод для восстания. Типа, вы что, из армии крайних хотите сделать? Да? То есть вы сами все проворонили. Деньги, которые выделили, Грозев же рассказывал, какие-то миллиарды, которые чекистом выделялись на подкуп украинских политиков, организацию вот этих всех цветов. Все эти деньги разворовали. Да? А теперь армию делайте крайним. Вот. Поэтому, возможно, Путин боится дестабилизации в армии. Возможно, это просто то, о чем я говорил вначале. Он психологически просто уже утратил способность предпринимать какие-то решительные шаги. Да? Ну, то есть, ну, внутренне он сломался, надломился, да? И вот просто плывет по течению. То есть, он может продолжать делать то, что до этого делал. Ну, когда-то в какой-то момент начали бомбить города. Ну, продолжайте бомбить там. Вот. Вот. То есть, то, что когда-то делали, продолжаем делать, а чего-то нового, вот какой-то резкий маневр совершить, как мог делать Сталин. Путин очень мелкий тиран по сравнению со Сталиным. Да? Сталин мог совершить разворот прямо в одночасье. Да? Он мог поднять лозунги Троцкий, с которыми выступал Троцкий, да? Только что им, изгнанные стороны, подобрать вот этот выпавший из рук Троцкого, так сказать, плакат, и с этим плакатом добить Каменева и, значит, этого, Зиновьева. Понимаете? А потом Рыкова с Бухариным. Под лозунгами своего собственного врага вчерашнего. Ну, то есть, Сталин был способен вот к такому цинизму высшей категории. Путин в этом смысле слабачок. Да? Он не способен отказаться от того, что вчера говорил. Вот. А по-настоящему великий диктатор. Он хозяин своего слова, да? Сегодня я говорю, что это белое, завтра... Ну, то есть, помните 84, да? Остазия воюет с Евразией? Нет, Евразия воюет с Остазией. Ну, вычеркивали, они там вычеркивали, да. Дружит, да. Ну, вот да. Прямо переписывают историю просто. Черное переписывают в белое, белое в черное. И на голубом глазу вот это утверждают. Вот по-настоящему, так сказать, великая диктатура. Путин в этом смысле, я говорю, не тянет. Во всяком случае, пока не демонстрировал, что тянет. Ну что ж, Абас, благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня поговорить с нами. Спасибо вам. И до следующего раза. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.